Мишель де Нотр-Дам, известный также как Нострадамус, родился 14 декабря 1503 года, умер 2 июля 1566 года. Французский врач, фармацевт, писатель, поэт, астролог и алхимик, знаменитый своими пророчествами. Мир вам, братья и сестры, христиане! Недавно в одной из проповедей о прорисательнице Ванге я вам говорил о том, что постараюсь подготовить проповедь и о Нострадамусе. Можно ли нам слушать предсказания Нострадамуса и кто такой Нострадамус? Чтобы не опирались на мнение людей из нехристианских источников, а именно объективный, правильный, на христианских принципах подход могли услышать. Мишель де Нотр-Дам родился 14 декабря 1503 года в городе Сент-Ремиде, Прованс, в семье евреев-сефардов, которые в результате гонений переселились во Францию с Пиренейского полуострова, обращенный в католичество в 15 веке. Семейная легенда, пересказанная Сезаром де Нострадамом в хронике Прованса, гласит, что предки предсказателя служили лекарями при дворах герцогов калабрийских, в частности Эрене Доброго. Однако, исходя из фактов, можно лишь утверждать, что они были достаточно образованными и зажиточными людьми. Отец будущего предсказателя, Жон де Газоне, принял крещение, принял фамилию на католическую Нотр-Дам. Дедушка Ги Гассоне торговал зерном и работал нотариусом Авиньоне. В 1455 году принял христианство и имя Пьер де Нотр-Дам. Мать Рене де Сен-Реми, дочь Жанне де Сен-Реми, прадеды со стороны матери, были врачами в Арле и Сен-Риме. В 1518 году 14-летний Мишель де Нотр-Дам отправился на учебу в Авеньонский университет, где учится так называемому тривиуму – грамматики, риторики и логики, а позднее квадри-виуму – геометрии, арифметики, музыки и астрологии. В 1519 году в городе разразилась чума, и Мишель был отчислен. Затем самостоятельно решил стать врачом и найти способ лечения чумы, но он так и не нашел решения. О последующих восьми годах его жизни нам известно лишь из его собственной фразы кулинарно-косметической книжицы, согласно которой эти годы прошли непрерывных путешествиях с целью узнать и выучить источники происхождения растений и иных просеющих веществ, касающихся вершины медицинской науки. В 1529 году официально биография будущего предсказателя продолжается, он поступает на медицинский факультет университета Монтельея. В 1537 году от чумы в Ажене погибает жена и дети. В 1538 году его допрашивает инквизиция по причине якобы имеющего место нелестных высказаний о статуе Девы Марии. Следующие несколько лет Ностердамус проводит в странствиях по Италии и Германии. В 1544 году возобновляет врачебную практику в Марселе. За врачебную деятельность парламентом Экс-Эн-Прованса ему была пожалована пожизненная пенсия. Существуют легенды о чудодейственной силе, созданном им лекарств, однако дошедшие до наших дней рецепты не выходят за рамки традиционной медицины XVI века. 11 ноября 1547 года Ностердамус женился на Ане Понсарт-Жемелье, и от этого брака родились впоследствии шесть детей. В 1555 году Ностердамус публиковал свой первый астрологический альманах, и в том же году в Леоне выходит и в свет первое издание Центурии, содержащее 353 катрена, четыре стиши, с предисловием сыну Сезару. Его астрологические расчеты содержали много ошибок, зато астролог до того времени критиковали Ностердамуса. «Вистину астрологии вы понимаете меньше, чем ничего», – писал ему Лоренц Видон. В его время астрология была популярна, астрологи были почетными, поэтому, поскорее всего, он просто выдавал себя за астролога. Известно, что эти пророчества принесли ему неприятности. По прибытию в Париж Ностердамус был предупрежден, что власти готовятся допросить его о том, какие учения он практикует. Он срочно возвращается в Салон-де-Прованс, а затем в 1556 году отправляется в Италию. В 1558 году в заключительной части Центурии Ностердамус обращается к королю Генриху II, называя того «повелителем мира» и обещая раскрыть историю человечества на столетия вперед. Неизвестно, успел ли король, погибший на турнире в 1559 году, ознакомиться с письмом предсказателя. После гибели Генриха II по приглашению сестры покойного Ностердамус встречается при дворе с королевой Екатериной Медичи. В 1561 году Ностердамус едва удалось спастись от крестьян-католиков, обвинивших его в симпатии гутенотом. В том же году власти на несколько дней взяли его под домашний арест, требуя описать судьбу короля Карла IX. Ответ Ностердамуса не сохранился. В 1564 году Екатерина Медичи и Карл IX навещают предсказателя в салоне, затем приглашают на встречу в арм и назначают его королевским медиком и астрологом. Однако 2 июля 1566 года Ностердамус умер в салоне от осложнений подагры. На мраморной плите над его могилой высоченная надпись. Здесь покоятся кости знаменитого Мишеля Ностердамуса, единственным из всех смертных, который оказался достоин запечатлеть своей почти божественным пером благодаря влиянию звезд будущих событий всего мира. Такова короткая история жизни Ностердамус. Что можно сказать, братья и сестры? Можно ли нам слушать его предсказания? Читать эти его четырехстища, которых считается, что он написал около 1942 четырехстища и в его книге «Предсказания». Мы читаем Слово Божие. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, любедеев, и чародеев, и идолослужителей, всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серой – это смерть вторая. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, убийцы, и идолослужители, всякие любящие и делающие неправду. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миропроводителей, тьмы и века сего, против духов злобы поднебесных. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, которые делают народы сии, не должны находиться у тебя проводящий сына свою или дочь свою через огонь, прерицатель, гадатель, ворожая, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. «Ибо мерзок пред Господом, всякий делающий это, из-за сии, там мерзости Господь, Бог твой изгоняет их от лица твоего». Эти места в Писании Заветского Завета, они тоже актуальны для нас, потому что я перед этим читал Новый Завет, братья и сестры, слова с Нового Завета, где отчетливо написано то же, что чародейство, как бы общее такое название, это большой грех. Из разряда одних из наибольших грехов, потому что, еще раз напоминаю, есть три группы грехов. Первая группа относится, это самые большие грехи напрямую против Бога. Сюда можно отнести идолопоклонство и волшебство, и обращение к бесам, фактически, чародейство, обращение к бесам, которые являются прямыми врагами Бога. Вторая группа — это грехи против других людей, и третья группа — грехи против самого себя. Поэтому в некоторой мере можно даже сказать, что грехи чародейства — это большие грехи даже, чем грех убийством, хотя и тот, и иной грехи являются очень большими грехами. И четко написано, что таковы Царства Божия не наследуют, а участь в гении огненной. «И дабы ты, взглянув на небо, увидел солнце, лну и звезды, и все воинства небесные, не перестился и не поклонился им, не служил им, так Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейства твоих, которым ты занимался от уймности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Позже выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниях и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожжет их. Не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, не огня, чтобы посидеть пред ним». «Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Здесь мы отчётливо видим чёткий, скажем так, приказ, запрет Бога не прощаться к чародейству в разных его проявлениях, в том числе не заниматься вопросами астрологии, поклонению звёзд, звездочёта, изучение разного рода событий по звёздам и так далее, братья и сёстры. Нострадамус, он увлекался, он был астрологом и также он увлекался, ещё назывался алхимией, также он увлекался кабалой. Фактически это тоже колдовское учение, еврейское колдовское учение. Почему вот эти четырёхстишье, эта книга стала так популярна? То есть можно сказать, что он попал, скажем так, в такой удачный момент, в удачный период, когда начало стремительно развиваться печатание, книгопечатание. Это дало возможность распространению его вот этих четырёхстигших, которые считают, что это завуулированные такие, зашифрованные пророчества. Если бы он делал эти предсказания раньше, пытался их распространить, то, скорее всего, до широкого распространения и внедрения книгопечатания, то, скорее всего, он не имел вот такой популярности. Кроме того, он получил расположение Екатерины Маричи, королевы Франции, которая тоже фактически создавала для него условия и вот эту популярность. Кроме того, его стиль написания был нестандартный. Да, это был человек достаточно такой образованный на то время, можно даже назвать такой полуучёный, потому что часть он был медиком, но часть он был и, который увлечён был, можно сказать, оккультной стороной жизни. оккультной стороной жизни, вот этой кабалой, астрологией. Он был не просто астролог, он был также, можно назвать, и политиком его можно назвать, учёным человеком. Ему удалось создать некий такой новый, нестандартный стиль написания. А поскольку в предсказаниях большой спрос, то его вот эти, так называемые, предсказания, Катрины, Четырёхстиши, они набрали большой такой интерес. Но если сравнить его, опять-таки, с прерицательницей Вангой. Ванга — это женщина, которая имела непосредственную связь и получала связь с духами нечистыми, так называемые, как она называла, духами умерших, и передавала их слова, и многое чего о человеке она рассказывала, и этим удивляла людей, и набирала свою популярность. Что касается Нострадамуса, то его больше можно назвать как выдумщик, как обманщик, как образованный человек, который сумел найти такой стиль написания и такие строки, которые бы заинтересовали многих. Вот эти предсказания, в любом случае нам нельзя к ним прислушиваться, братья и сёстры, потому что, ещё раз говорю, это человек, который имел связь, и нельзя сказать, что такую, возможно, тесную связь, как Ванга с духами нечистыми, но он тоже был вовлечён в оккультную сторону жизни, имел, соответственно, связь с духами нечистыми. Но главное, чем он просался, это, можно сказать, свою образованность, когда он свою образованность направил в таком хитром направлении, написал вот это четырехстишье, множество вот этих четырехстишь, он многое изучал, изучал, значит, историю, и он видел, что звёзды на небесах, они тоже имеют некую такую цикличность, и он высказал то, что те события в прошлом, которые происходили, придёт время, когда они тоже исполнятся в будущем. Вот это как бы основная его формула, и на этом он и, скажем так, как творил свои вот эти предсказания. Но когда вспоминает, даже в мире вспоминает и предсказания к Нострадамусу, когда они уже сбылись? Ну никто, даже самых фанатов, любителей, почитателей Нострадамуса, он не может сказать, например, хотя бы приблизительно, вот что будет. Были, правда, такие попытки, например, и вычитали в его предсказаниях следующую информацию, что в 1999 году будет фактически, можно так сказать, конец света, которое не сбылось абсолютно. Это только способ хитрости, можно сказать, именно когда говорит, что это специально так написано, четырёхстишье, в таком заулированном виде, и кто будет пытаться исследовать, найдёт ключ к пониманию, он многое поймёт. Нет, братья и сёстры. Это специально так написано, чтобы любое его предсказание, фактически, оно имеет такой размывчатый характер, образный, в прообразной такой форме написано, что его можно применить во многих областях жизни, во многие периоды, и обычно о них вспоминают тогда, когда уже сбылось событие. Вот эти слова, они, они говорил ещё Нострадамус. Ну, чтобы даже ещё раз говорю, вот эти фанаты Нострадамус могли спросить ему, ну, что будет в ближайших там пять, десять лет, двадцать и так далее, какие события и так далее. Они не могут сказать отчётливо, не могут сказать отчётливо. Но, тем не менее, интерес есть у людей, понимаете? Потому что просто большая потребность. Поэтому, если Вангу можно отчётливо назвать, что она действительно имела связь с духами нечистыми и опиралась на, была как прелицательница, то я вам говорил о том, что есть как бы два вида вот этих колдунов, два вида вот этих гадалок и так далее. Одни — это действительно имеют связь с духами нечистыми, и это более опасно, конечно. Другие — это просто обманщики, махинаторы, которые спекулируют доверием людей, которые немного научились некому красноречию, некому искусству хитрости, можно так сказать. И говорят те слова, которые вся слух у людей. Поэтому Ванга — это была действительно женщина, прелицательница, которая была, можно так сказать, гадалка, ворожея, но действительно имела связь с духами нечистыми. А на стороне Мосса можно назвать просто обманщиком, просто хитрым учёным обманщиком. который изобрёл такой стиль, такое написание, что его книги стали достаточно популярны сначала во Франции, а потом со временем во всём мире. И до сих пор говорят, вот то предсказывал Настердамус, то предсказывал, но говорят об этом тогда, когда-то уже сбылось. А попытки, когда что-то сказать наперёд, на основании вот этих катранов, четырехсиши, попытки были, но неудачные. Но в любом случае, мы христиане, братья и сёстры, мы христиане, мы должны прослушиваться к Слову Божьему, мы должны прослушиваться и ревновать о дарах духовных, что скажет Господь через пророческое слово именно в среде христианской, что будет открыто через сны, видение истинных христиан, настоящих детей Божьих, а не искать человека, который был связан. Мало того, что он был, можно сказать, махинатором таким, обманщиком, но человеком, который тоже, пусть не так прямо, как Ванга, но косвенно, можно сказать, такой полуучёный, полуколдун, можно так сказать, в некой среде, или полуоккультист. Который тоже был связан с духами нечистыми, братья и сёстры, потому что он увлечён был, я сейчас говорю, и кабалой, астрологией, и изучал и другие книги, связанные с оккультным миром, и пытался это описать, практиковать и так далее. Поэтому в любом случае, и мы не должны опираться, потому что это человек, который связан был с оккультным чёрным миром, и грех не только заниматься этим, но и обращаться к этим людям, прислушиваться к их предсказаниям, даже через интернет, даже после их смерти и так далее. И второе, просто понимать, что это человек просто, который был хитрый, образованный учёный, и сумел использовать доверие людей, и изобрести некий такой стиль, чтобы прельстить многих через интерес к будущему людей, к его вот этим четырёхстишням. А мы не должны быть теми людьми, которые поддаёмся на обман, и тем более с теми людьми, которые связаны более с оккультным миром. То есть категорически мы не должны опираться и прислушиваться к его предсказанию, смотреть даже через интернет и так далее. Это грех, братья и сёстры, большой грех, чтобы вы понимали. Не только это не полезно, но это запрет, это табу, это грех, потому что есть немалое количество христиан, которые считают, ничего страшного, если они где-то подсмотрят какие-то его предсказания, а вдруг что-то возьмут во внимание, а вдруг что-то там есть интересное и так далее. Поймите, даже то, что открывается через Дух прорицатель, прорицание оно исполняется, мы не должны к этому прислушиваться. Почему? Потому что фактически механизм следующий. Духи нечистые, они работают с другими Духами. Один Дух горит, и он даёт некий план. Другой Дух, и своего рода это является проклятием, другой Дух пытается это потом реализовать. То есть вам сказал, например, вот этот предсказатель, будет, например, авария, вы уверовали в это и не имеете, скажем так, такой твёрдой христианской защиты, потому что вы, например, не являетесь христианами, горячими, настоящими, только номинальными. И другие бесы начинают это реализовывать. И проходит, может даже пройти время, и даже исполнится вот это предсказание и совершится вот эта авария. Хотя далеко не всё совершается, но часть может совершиться. И вы будете думать, да, вот действительно оно совершилось. Хотя вы и в этом сами виновны. Поэтому нельзя, братья и сёстры. То есть, можно так сказать, Настернамус нисколько велик даже в своих предсказаниях. Его можно назвать просто очень хитрым, образованным таким махинатором. Вот такие, которые создают вот эти три МММ. помните, да, вот эти пирамиды и обманывают людей на деньги, миллионы, долларов, сотни тысяч, от порой миллионы людей попадают под их хитрость. Этот просто, можно так сказать, знаменитый махинатор, можно так его назвать. Но даже в некоторой мере, в полной мере, не назвать его в чистом мере даже, даже, скажем так, учёным. Но главное для нас, ещё раз говорю, нельзя его, слушать его предсказания. Категорически нельзя. То есть, несмотря на то, что он, его действенность немного иная, нежели ванги, но и вангу нельзя слушать вот эти её предсказания, прелицания. И Нострадамуса тоже нельзя слушать, братья и суставы. Вы таким образом можете, если будете даже слушать, там, река, через интернет и так дальше, вы можете таким образом допустить беса, дать право бесу войти в вашу семью, в вашу церковь, в вашу жизнь, даже войти, может, в вас. Или прилепиться к вам, или войти даже в вас. И вы можете попасть под обольщение, увлекись вот неким там ветром учения, попасть, ещё раз говорю, под некое обольщение или даже, чего хуже, может быть, нарушение даже психики вашей. Поэтому нельзя, нельзя слушать вот эти предсказания, потому что, ещё раз говорю, во многом они обманчивы, но, кроме того, часть того, что он влаживал в эти свои четырехстиши, оно идёт и от духов нечистых, которые, которым, можно сказать, служил и Нострадамус, увлекаясь астрологией, кабылой и другими культными направлениями. Поэтому будьте бодры, преданы Господу Его Слову, братья и сёстры. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова